Здравия всем любителям хоккея! На этой неделе хит-триками отметились Фрэнк Ватрана и Алекс Де Бринкотт. Кэйл Маккар набрал 250 очков в Ангелл быстрее всех защитников в истории за 241 матч. Леон Драйзайтер стал единоличным рекордсменом Эдмонтона по голам в большинстве 128 шайб. Евгений Малкин забросил свою 474 шайбу и вышел на чистое третье место по голам в Ангелл среди россиян. Вегас начал с шести побед подряд, что является новым рекордом для действующих чемпионов лиги. А Александр Георгиев одержал пятую победу к ряду со старта сезона и таким образом повторил рекорд Колорадо и Квебека, при этом все время выходя в старте. Ну а теперь к лучшим игровым моментам. Неделя вторая. Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Джош Норрис очень ярко вернулся в состав команды после травмы, но в этом моменте надо отдать должное партнерам, которые очень быстро и четко двигали шайбу. А особенно Дреку Баттерсону, который выдумал пас, не глядя вдоль вратарской, на пустой угол. Образцовая реализация лишнего. В матче против Монреаля Марк Андреа Флёри был бесподобен и выдавал в том матче вот такие зрелищные сейвы. Сначала двойное спасение ногой, продемонстрировал молниеносную реакцию и отличную растяжку. А затем дал немного винтажности и вратарской мельнице отразил вот этот выпад нападающего Монреаля. Красота! Не менее эпично выступил в матче против Виннипега Логан Томпсон. Сначала потащил добивание от Коула Перфетти клюшкой, что уже само по себе в голове не укладывается. А затем добавил еще и спасение блином после броска в упор. При этом Томпсон уже лежал на животе. Человеческие возможности иногда потрясают воображение. Вот такую красоту нарисовали Кристиан Фишер и Джо Вилена. Во-первых, оба поборолись и отобрали шайбу в чужой зоне. А затем Фишер исполнил вот такой слепой пас, который поставил в тупик вообще всех игроков в форме от Тавы. Шикарная передача! Согласны? А вот прекрасная работа целой четверки Анахайма. Каждый выполнил свою маленькую задачу на отлично, и утки просто разорвали оборону Каролины. Вот таким образом Павел Ментюков забросил свою дебютную шайбу в Анхайл. Получилось очень здорово. С почином, Павел. Продолжай в том же духе. Андрей Кузьменко много издевался над обороной Флориды. Сначала закружил такую карусель за воротами и отдал четкий пас на пятак, что никто, кроме Алиаса Петерсона, не ожидал. Швед не подвел. Бросил очень точно. Затем уже Филипп Джузеппо поборолся с защитниками соперника и отдал на Кузьменко. Но то, на какое паузе россиянин обыграл остатки обороны Пантерс, стоит пересматривать вновь и вновь. Высший класс! Магии в игре Вашингтона в начале сезона не достает. Но вот и Евгений Кузнецов попытался придумать что-то нестандартное, и получилось хорошо. Бросок с неудобной превратился в очень удобный пас на Дилана Строума, о котором защитники забыли. И можно вынимать. Ворота Самуэля Эрсона весь матч нападающие Далласа обстреливали с любых позиций, но главный бросок пришелся на овертайм. Игалкипер Филадельфи справился с ним в прекрасном стиле. Намертво забрал эту шайбу в очень ответственный и непростой момент. Браво! Какой-то цирковой трюк показал нам на этой неделе Конор МакДэвид. Столкнулся с соперником, прокрутился и внезапно обнаружил перед собой шайбу. А дальше дело техники. Да, если бы Александр Кэрри просто попал по шайбе, то гола бы не было. Но какая-то молниеносная реакция от МакДи на подарок судьбы. Мастер! Невероятное количество времени предоставили защитники Айлендерс Джеку Хьюзу. Лидер Атак Дэвилс включил все, что мог. Руки, мастерство, терпение, голову. И, кажется, раскачал Илью Сорокина. Но не тут-то было! Ротарь Айлендерс намертво забрал этот бросок. Шикарный момент с участием двух шикарных игроков. Браво, Илья! Первое место. Илья Сорокин. Нью-Йорк Айлендерс. Гол достойный юмористических передач низкого уровня. Забили в свои ворота игроки Монреаля. Что произошло в этом моменте, не скажут и они сами. Но после нескольких очень причудливых рикошетов шайба зашла в ворота. Наверное, пока что самый идиотский гол сезона. Бонус недели! В качестве бонуса вот такая нестандартная ситуация из АХЛ. Хоккеисты Рочестера разыгрывали отложенный штраф, но умудрились зашвырнуть шайбу в собственные ворота. Последним игрового снаряда коснулся вратарь Лаваля Штраусман, который отбил бросок соперника. Вот таким нехитрым способом голкипер теперь является автором заброшенной шайбы. На этом все. Пишите в комментариях, какой момент минувшей недели вам запомнился больше всего и почему. А если вам понравилось это видео, ставьте свой еженедельный хоккейный лайк, подписывайтесь на наш канал и не забывайте про телеграм. А с вами были Филипп Олешев и Илья Балашенко, специально для Фокс Хоккей. До новых встреч! Пока!